всем привет сегодня поговорим о чайнике который может быть кто-то захочет приобрести чайник из китая для для автомобиля автомобильный чайник термос что он себя представляет вот такой термос привыкли откручиваем крышку там соответственно вода металлическая все внутри никакого пластика нет который будет пахнуть вонять и так далее значит закручиваем крышку здесь можно пользоваться им еще и так с предохранителем снимаем и открываем крышку соответственно можно наливать вот так же закрыли перевернули ничего не выливается все дальше значит ну вот такая вилка соответственно для включения в газетку автомобиля мощность там 85 ватт поэтому для любого там автомобиля подойдет значит теперь по инструкции как как все работает да вот забыл сказать что верхняя часть от провода отсоединяется нижние нижней части то есть нижняя часть проводом соединена отсоединяется просто-напросто таким образом вставили так теперь значит как пользоваться значит как только в розетку вставляем как только питание подается здесь загорается high high это что это значит у него два режима у чайника первый режим это high а второй режим это low то есть нагрузка на сеть чуть больше чуть меньше но если у вас нормальный аккумулятор если проводка тоже в порядке то на хай лучше потому что быстрее закипит значит так хай до 85 вот и силу там получается 75 значит так дальше что как только включили в розетку он сразу не включается то есть нужно выбрать вот этой вот кнопочкой да так как шестереночкой до выбрать сейчас что было видно выбираем значит сразу показывать температуру вот здесь на китайском вот это вот горит вот этот индикатор на китайском 1 индикатор это положение означает то что он будет работать пока не закипит закипел выключился все 100 градусов набрал сразу выключается если хотим другой режим включить то тоже на вот эту же кнопочку нажимаем на здесь второй режим то есть вот этот указатель уже будет на втором положении по-китайски написано значит это означает следующее что мы можем сами здесь температуру задать вот как только он достигнет определенной температуры он выключится все он будет поддерживать только температуру хотим 45 хотим 48 не за там что кому какую надо там кто-то там любит кофе пить только там при температуре 83 градуса 84 там в общем кто как что хочет третий режим значит вот тоже я переключаю шестеренка третий режим это режим такой что он набирает температуру 95 градусов и потом выключается потом как только опять охладился 5 включается и в общем все время там 95 градусов пишет держит этот для тех там любителей чая то есть знает что при определенной температуре чай лучше там заваривается среднем 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 если полный чайник взять во первых это где-то хватает на две полноценные такие кружки полноценные и закипает он среднем но но приблизительно 20 минут если полный чайник да там если вы пол чайника ну соответственно 10 минут то есть вы там сами смотрите если у вас вам не надо до кипения то еще меньше там да то есть вы можете оценить приблизительные масштабы что вам нужно ну и вообще это удобная вещь закипятил закипятил потом вот за там вышел на природу там где-то что-то отсоединил и пользуешься им как термос кстати здесь еще прилагался такой но на руку одевается там что нести но мне он просто не нужен мне чисто для машины поэтому я отсоединю называется life way car electric cup то есть электрический чайник электрическая чашка самое главное что она не пахнет как вот если там был продаются некоторые чайники так скипятишь воду такой запах стоит что не то что не то что там пить даже просто не хочется чтобы запах машине распространялся поэтому вот именно выбрал такой чайник ну что это где-то что-то сказал значит стоит среднем такой чайник в районе там по моему что около 15 долларов что может быть чуть больше может быть 20 я сейчас не могу сказать 15 20 долларов в общем свои деньги он достоин своих денег так что если это вам видео полезно было тогда вперед покупайте или наоборот не покупайте смотря что вам до выпускается по моему двух цветах ну я предпочел синий так что все всем пока